Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы читаем 9 главу 7 книги Священного Писания Ветхого Завета. Это книга Судей Израилевых. Читаем мы эту главу в переводе российского библейского общества. В восьмой предыдущей главе завершалась история Гедеона, который имел особое откровение от Бога, с крайне малочисленным отрядом одержал великие победы и добился независимости Израиля. Сорок лет Израиль жил в мире благоденствия, но потом, как это уже не раз бывало, сменилось поколение, и Израиль забыл истинного Бога. Снова стал поклоняться Ваалу и другим языческим божествам. И вот что было дальше, рассказывается в 9 главе. Придя в Шехем, к братьям своей матери, Авамелех, сын Иерубала, обратился к ним и ко всему их роду с такими словами. «Скажите гражданам Шехема, что для вас лучше, чтобы над вами властвовали все 70 сыновей Иерубала или один человек? И не забывайте, шехемца, что я-то кость от кости вашей и плоть от плоти вашей». Шехем — один из значительных, больших городов Израиля, и вот туда приходит Авамелех. Авамелех — это один из множества сыновей Гедеона. Гедеон имел много жен. В ту эпоху это не считалось чем-то предосудительным. В общей сложности Гедеон имел 70 сыновей. И вот кроме этих 70, у него был еще и незаконный сын. Те жены были его законными женами. А кроме того, у него был еще сын-отналожница, которая как раз происходила из этого города, Шехем. И вот Авамелех, сын-отналожница, пришел к шехемцам и сказал, «Вам нужно, чтобы власть в городе делили между собой вот эти 70 человек, 70 сыновей Гедеона и Иерубала? Может быть, лучше, чтобы я один вами правил? Тем более, что я-то по маме как раз из вашего города, из Шехема?» Родственники его матери передали эти слова всем гражданам Шехема. И те поддержали Авамелеха и сказав, «Ведь он нам родня». Они дали Авамелеху 70 шекелей серебра из храма Баалберита. На эти деньги Авамелех нанял всяких оборванцев и негодяев. И в главе этого отряда он пришел в Уфру, где жил род его отца, и убил своих братьев, сыновей Иерубала. Он убил на одном камне 70 человек. Уцелел лишь Иофам, младший сын Иерубала. Ему удалось спрятаться. Вот такое страшное злодейство. Начинается с того, что жители Израиля отказались от веры в истинного Бога. И следующим шагом – брата убийства. Массовое брата убийства. В каком-то смысле повторяется история Адама и Евы. Адам и Ева, наши прародители, сначала отказались от послушания Богу, нарушили его заповедь, вкусили запретный плод от древа познания добра и зла. И в следующем поколении – брата убийства. Каин убивает Авеля. И вот здесь люди забыли истинного Бога, отказались от послушания Богу, и происходит страшное брата убийства. Вот этот Авамелех на собранные для этой цели специально деньги нанимает оборванцев каких-то и убивает всех своих законных братьев. Из всех семидесяти спасся только и один – Иафам. Собрались все граждане Шихемы, жители Беэтмело, и возвели Авамелеха на царство. Вместо того, чтобы осудить, проклясть этого человека, убившего своих братьев, они избирают его на царство. Это было у дуба, что близ священного камня в Шихеме. Когда об этом сказали Иафаму, он поднялся на вершину горы Горизим, и оттуда прокричал, «Слушайте меня, горожане, Шихема, тогда и Бог вас услышит». И Иафам – последний оставшийся брат, тот, который уцелел во время этой резни. Вот он поднимается на высокую гору в Самарии, на город Горизим, туда, где через какое-то время будут сумираться самаряне, через сотни лет, для того, чтобы там прославлять Бога. Когда Господь беседовал с самарянкой у колодца Яковля, то когда самарянка увидела, что перед ней необычный человек, а пророк, учитель, первым делом она стала спрашивать его, «Где она лежит поклоняться Богу? На горе Горизим или в Иерусалимском храме?» И Господь Святой Телл придет время, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине, а не в каком-то одном определенном месте. Но это будет через столетия. А пока что на эту гору взошел Иафам, последний оставшийся брат, и произнес удивительную притчу. «Собрались как-то раз деревья поставить над собой царя. Царство над нами предложили они маслине. Но та сказала, «А мое масло, которым чествуют богов и людей, что же мне больше не давать его, только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями?» «Царство над нами ты!» предложили деревья смоковницы. Но та сказала, «А мои сладкие плоды? Что же мне больше не давать их, только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями?» «Царствуя над нами ты», — предложили деревья виноградной лозе, но та сказала, «А мое вино, веселящее богов и людей, что же мне больше не давать его, только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями?» «Царствуя над нами ты», — сказали деревья терновному кусту. И тот ответил, «Если вы и вправду сделаете меня своим царем, что ж, приходите, устройтесь в моей тени, а не сделайте меня царем, от терновника разгорится огонь, который уничтожат кедры ливанские». Вот такую притчу удивительно рассказал Иоафам, жителям Сихема. Конечно, под терновником он имел в виду Авимелеха, убившего своих братьев и воцарившегося незаконно в этом городе. «Разве вы поступили честно и правильно, возведя Авимелеха на царство?» — спрашивает Сихемцев Иоафам. «Разве добро им воздали вы Иерубау и его роду? Такое ли воздаяние заслужил Иерубау? Мой отец воевал за вас, жизнью рисковал, чтобы спасти вас от мединитян, а вы теперь восстали против его рода, перебили его сыновей, убили на одном камне семьдесят человек и поставили Авимелеха, сына его рабыни, царствовать над вами, гражданами Шахема, из-за того лишь, что Авимелех вам родня». «Если вы сейчас поступили честно и правильно, воздав так Иерубау и его роду, что ж, радуйтесь своему Авимелеху, и пусть он радуется вам. А если вы поступили неправильно и нечестно, пусть Авимелех разжжет огонь, который уничтожит граждан Шахема и жителей Бе-Эт-Мело. «Пусть гражданин Шахема и жители Бе-Эт-Мело разожгут огонь, который уничтожит Авимелеха». И Афам бежал в Бе-Эр, прочь от своего брата Авимелеха и поселился там». Его слова пророчески исполнились. Он сказал, если вы честно и правильно поступили, ну пусть тогда Авимелех с вами царствует и будет все хорошо. Но если это несправедливо, преступно, тогда пусть между вами будет вражда, пусть Авимелех разжжет огонь, который поглотит горожан Шахема, пусть Шахемцы разжгут огонь, который поглотит самого Авимелеха, пусть вражда наступит между вами. Вот действительно такая вражда наступила. Авимелех властвовал над Израилем три года, но Бог послал злого духа возбудить вражду между Авимелехом и горожанами Шахема. Шахемцы отвернулись от Авимелеха. За гибель семидесяти сыновей Иерубала, за их проклятую кровь, должны были поплатиться Авимелех, их брат, который их убил, и горожане Шахема, которые помогали ему в этом убийстве. Из вражды к Авимелеху горожане Шахемы устраивали на вершинах окрестных гор засады. Сидевшие в засадах грабили всех, кто проходил мимо, и Авимелеху донесли об этом. В Шахем пришел Гаал, сын Эведа, со своими родичами. Горожане Шахемы понадеялись на него. Они пошли в виноградники, собрали урожай, давили виноград в давильнях, веселились и праздновали, а потом в храме своего Бога ели, пили и поносили Авимелеха. Гаал, сын Эведа, говорил, что такое Авимелех, что такое Шахем? Нам быть рабами Авимелеха? Это он, сын Иерубала, и его наместник Завул, должны служить людям Хамора, Шахема, его отца. С какой стати мы будем служить Авимелеху? О, если бы я правил этими людьми, уж я-то бы прогнал Авимелеха. И он бросил вызов Авимелеху, собирая войско, выходи на бой. То есть, жители Сахема с какого-то времени стали враждовать против Авимелеха, и вот у него появился соперник, Гаал, который сказал, Ну вот, если бы я был вашим царем, все было бы гораздо лучше, все было бы совсем не так. Завул, правитель города, услышал, что говорит Гаал, сын Эведа, и пришел в ярость. Он тайно послал к Авимелеху вестников с таким сообщением. В Шахем пришел Гаал, сын Эведа, со своими родичами. Они возбуждают горожан против себя. Приходи ночью со своими людьми, устрой засаду за городом, а рано утром, как только взойдет солнце, напади на город. Гаал со своими людьми выйдет тебе навстречу и попадет в твои руки. Вот такая борьба, вражда, соперничество, конкуренция происходит между Авимелехом, ставшим правителем Шахема и фактически всего Израиля, и Гаалом, с другой стороны. Ночью Авимелех выступил в поход со всем своим войском. Они расположились вокруг Шахема в засадах четырьмя отрядами. Гаал, сын Эведа, стоял у городских ворот. И тут из засады появился Авимелех со своими людьми. Гаал увидел и сказал Зевулу, какие-то люди спускаются с гор. Зевул ответил, да нет, это не люди, это тени на горах. Но Гаал заговорил снова, это люди, они спускаются с пупа земли. И еще один отряд идет от дубопрорисателей. Тогда Зевул сказал ему, а не ты ли говорил, кто такой Авимелех, с чего нам быть его слугами? Вот они люди, которых ты презираешь. Иди и сражайся с ними. Гаал во главе горожан Шахема вступил в бой с Авимелехом. Авимелех обратил их в бегство и преследовал до самых городских ворот. Многие были убиты. После этого Авимелех расположился в Аруме. А Зевул прогнал Гаала с его родичами прочь из Шахема. Вот таким образом окончилось это сражение, эта битва. Гаал, который был чрезвычайно самоуверенным человеком. Что мне это Авимелех? Когда пришло время сражаться, испугался, какие-то тени с гор спускаются. Потом оказалось, что это не тени, это действительно воины верные Авимелеху. И вот он был побежден и обратился в бегство и был убит. Сам Гаал обратился в бегство и ушел прочь из Шахема. Многие его воины были убиты. На другой день шахемцы снова вышли из города. Об этом донесли Авимелеху. Он разделил свое войско на три отряда. И устроил засаду. Увидев вышедших из города людей, он напал на них. Все они были перебиты. А сам Авимелех со своим отрядом занял городские ворота. А другие два отряда устремились на вышедших из города и перебили их. Сражение между Авимелехом и Шахемцами длилось целый день. Авимелех захватил город, убил всех его жителей. Он разрушил Шахем, а место это засеял солью. Вот за то злодеяние, которое было на совести шахемцев, Господь попустил быть уничтоженному этому городу. Авимелех не просто разрушил город, а засеял солью. Это такое символическое действие. То есть пусть больше ничего не растет на этом месте. Пусть больше никакой жизни не будет на этом месте. Когда жители Шахемской башни узнали о происходящем, они собрались в укреплении при храме Элберита. Авимелеху донесли, что они собрались в этом укреплении. Тогда Авимелех, приведя своих людей на город Цалмон, топором нарубил сучьев. Взвалил их на плечо и верил своим воинам, «Живее, делайте, как я». Нарубив сучьев, воины пошли за Авимелехом. Они обложили укрепление сучьями и подожгли. И так погибли все жители Шахемской башни. Около тысячи мужчин и женщин. Но имеется в виду какое-то укрепление, какая-то крепость. Не только город был уничтожен Авимелехом, но и вот это укрепление, и все люди, которые находились внутри этого укрепления, были уничтожены в огне, в пожаре. Потом Авимелех двинулся на Тевец, осадил город, взял его. В городе была неприступная башня, туда бежали все жители Тевеца, и мужчины, и женщины. Они заперлись там и поднялись на самый верх. Авимелех подступил к башне, чтобы взять ее. Когда он был уже у двери башни, и собрался ее поджечь, какая-то женщина сбросила ему на голову, ручной жернов, и проломила ему череп. Авимелех тут же подозвал своего рженосца и приказал ему, «Обнажи меч и убей меня. Пусть не говорят обо мне, его убила женщина». А рженосец пронзил его мечом, и Авимелех умер. Увидев, что он мертв, израильтяне разошлись по домам. Так Бог воздал Авимелеху за преступление, которое тот совершил против своего отца, за убийство семидесяти братьев. И шехемцам Бог воздал за их злодеяние. Так сбылось проклятие Иофама, сына Иерубава». Вот на описание этих страшных событий заканчивается девятая глава книги «Судей Израилевых», которую мы читали в переводе российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Продолжение следует...